приветствую вас друзья пришел на водоем на свои любимые места и хочу сегодня половить окуня на микроджик взял с собой один из деликатных спиннингов до 2,5 грамм буду проверять сегодня искать осеннего активного окуня легкие веса небольшие приманки все как вы любите и посмотрим как себя он сегодня поведет спиннинг который сегодня с собой взял это новинка наутилус and модель 602 с ксу длиной 1,83 м тестом от 0,5 до 2,5 грамм более старшая модель мне она для ловли на микроджик но друзья во первых посмотрите какой строй moderate fast параболик на самом деле такой вообще видны строй позволяет ловить и на микроджик и на мармышинг у анта довольно таки чувствительная вклеечка она хорошо отыгрывает касание дна на легких весах на одном грамме действительно очень хорошо отыгрывает у нее немножко перегружена эта вершинка более такими тяжеленькими колечками туда просятся конечно раннинги от fuji но тогда это цена возрастет у спиннинга еще больше а надо вкладываться в определенный бюджет видимо у компаний и хорошо такая вершинка и такой бланк он мармышет то есть спиннинга можно и ловить на микроджик и также мармыш задавать определенную анимацию амплитуду постукивая пальцами все передается на вершинку то есть такой универсальный спиннинг но мне он в большей степени нужен для ловли на микроджик на нем у меня установлена сегодня катушка стингер иного ультралайт размер 2004 я взял именно эту катушку да она может быть чуть чуть больше чем нужно сюда тысячка наверно 8 соточка или вообще 5 соточка но в целом в целом в целом смотрите балансику снасти как раз таки под шпулькой все отлично сочетается на катушечке намотан шнурочек это у нас дуэл хардкор зелан диаметром 0 3p и я специально взял более толстый более мощный шнурочек потому что осень активная рыба и возможно будет что-нибудь покрупнее я по крайней мере надеюсь на это поэтому запас прочности мне не помешает сверх дальние забросы мне делать не нужно все как вы знаете в береговой зоне поэтому 0 3 шнура будет достаточно для борьбы ну уже с нормальной рыбкой не боясь за то что шнур порвется на очередном рывке хотя строй спиннинга такой что я думаю он будет вязать отлично крупную рыбу с небольшой рыбкой я уже ловил окуней а вот что-нибудь наподобие щуки я еще пока не ловил и мне кажется что строй такой что он будет отлично ее вязать утомляйте да нельзя форсировать и не получится форсировать опять-таки за счет такого строя более мягкого но работать с рыбой будет можно так как я все-таки думаю что будет и щука я использую поводок из флюрокарбона дабы не пугать и не стеснять окунь остальным поводком но поводочек у меня длиной 30 35 сантиметров и диаметром 0 3 миллиметра довольно таки толстый флюрокарбон который повышает надежность оснастки и борьбы с небольшой щукой которая не всегда его перегрызает начну разведку с небольших приманочек соответственно и яркого цвета потому что водичка какая-то такая мутноватая jj 18 приманочка бриена и в таком моем любимом цвете ярком не во всех регионах не во всех местах я понимаю работают яркие цвета но у меня работает я и верю в этот цвет и ловлю им чаще и не просто так ловлю а потому что действительно он у меня ловит поэтому вы видите яркие приманки вот особенно такой расцветки очень часто меня на оснастке очень часто у рыбы в пасте и я вам ее демонстрирую я понимаю что в разных регионах разные приманки по расцветке работают и предпочтение у рыбы раз нет даже на одном в одном городе на разных водоемах это может меняться но у меня вы видите этот цвет как универсальный работает всегда и везде начну с веса чебурашки полтора грамма как видите погода спокойная штиль ветра нету применять два грамма не нужно но и один грамм тоже не хотелось бы применять потому что буду обрабатывать не только основную зону это береговая зона но и забрасывать за бровочку где глубина соответственно и полтора грамма на тоненьком шнуре будут оптимальный по весу вольфрамовые чебурашки от золотой рыбки все приманка готова оснастка собрана микроджик ну проверим рыбка активно кого-то так хорошо гоняет плещется видно я думаю это окушок также пока еще не вижу малька хотя он плещется есть мне просто не видно пока что я стою и в тени не водичка вы знаете какая-то мутновато это как раз таки оправдывает применение более яркой такой приманочки мутная вода чтобы хищнику было более заметно ваша приманка как я и говорил увидел всплеск кидай туда всегда так делаем при ловле на микроджик и это дает свои результаты ох ты друзья но это рыбка не окунь как вытаскивать еще и завел туда где тростник но сейчас буду спускаться наверно к нему вот он друзья не профильная рыба это карасик по-честному по-честному вот он крючочек хотел скушать такую приманочку но открылся все равно хорошо и вы знаете карасин сопротивляется очень яростно друзья ставим лайк неплохой первый лов карасик он как боец очень хорошо сопротивляется намного резче чем окунь похоже конечно но такие у него рывки порезче и приятно на микроджик на деликатную снасть поймать такую рыбку азартно рыбка просто волочил приманочку и кто-то подсел небольшой полосатый почему я начал волочение мне в комментариях написали что осенью был пример у человека двое стоят на одном месте один ловит классической джиговой проводкой 2 волочением и тот у кого волочение тот ловит окуня за окном я решил просто вспомнил мы попробую немножко волочения у меня она обычно не работает видите огромнейший трофейный окунь взял приманочку как раз таки на волочении трофей прям вот тут вот под тростником взялся не за тобой я брысь решил прогуляться по местам пройтись посмотреть водичка мутная несет траву дискомфортно ловить хочу поискать более чистую воду да и в принципе прогуляться посмотреть где как рыбка ловится активизировалась ли она осенью или нет надо проверять надо гулять на одном месте стоит конечно можно вымучивать но это неинтересно хочется найти более активного из тайного окуня бросил нападение эта рыбка взяла нападение интересно как я вижу что он котлит на самом деле он посередине гоняет малька ну не ожидал конечно еще один но этот поменьше ощущается но все равно микро джиговый окунь еще под берегом да что ж такое что ты сходишь вон малыш ушел откусили хвостик надо поменять приманочку а попробуем вот такую интересную приманочку она всем интересно два хвостика такой три строчек небольшой с двумя хвостиками тоже джей-18 название я не помню так вот и цвет машины масло соответственно под эту приманочку и чуть больше крючок нужен восьмерочка уже приманочка более такая плотная и по размеру больше восьмерка должна подойти идеально до восьмерочка отлично подходит под такую приманку может даже чуть чуть больше но не хочу будет больше цепляться и чуть больше грузик это уже свинец два грамма потому что здесь поглубже и бровочка ближе просмотрим как сработает и три строчек и изменения цвета на машинное масло и такой три строчек сработал интересно как у нас кушал он все-таки такой объемный надо аккуратненько аккуратненько съел он приманочка как видите она объемненькая я специально поставил более крупную приманку чтобы вычленить самых активных и самых голодных и еще один на двух хвост и три строчек кушает хорошо хоть и объемная приманка даже вот такой вот небольшой окунь но кушает ее нормально так ишь какой горзый ударил то как жалко я вам не смог это показать но маленький такой аккуратненько засекся за краешек на вдарил такой по взрослому прям они хоть и маленькие но они такие дерзкие какие-то клюют так с ударом хорошо так мощно не надо уговаривать просто он тут перемещается он тут гуляет если вблизи него приманочка проходит то он ее обязательно кушает да конечно не каждому дано заглотить всю приманку целиком и хвостики такие аппетитные он щиплет за хвостик тоже часто но когда он клюет он клюет прям так хорошо стянул засранец даже такую объемную приманку он прям бьет с ударами на спиннинг все отлично ощущается я не знаю кому там кажется спиннинги глухие да он мягкий да он параболит да он не так ярко все передает прям очень ярко как экстра фастом фаст но поклевочки даже вот вы видите рыбка небольшая и все эти теребунки все эти ударчики микро ударчики прищипы я ощущаю гад такой от поклевка была так вот спиннинг довольно такие чувствительные я еще раз повторюсь не так ярко как это происходит на более звонких спиннингах более быстрых спиннингах но поклевочку вы точно не прозеваете не знаю может у кого-то рыба такая очень вредная капризная и там очень все тяжело и трудно с определением поклевки бывает такая рыба и регион таки бывают мне часто пишут что в подмосковье в москве рыба вообще очень вредная капризная и практически нет мало и там нужно быть мастером рыбной ловли 90 уровня чтобы поймать рыбу у меня не так конечно же у меня рыбки и побольше в регион такой богаты на рыбу хоть и не волга и не астрахань и рыбка ведет себя очень активно да она бывает капризная но все-таки вы знаете поклевки я ощущаю на любой спиннинг не всегда конечно же и он прям с ударом бабах и спиннинг все четко передают нет подвесоны также бывает и просто тут чувствуешь тяжести все и рыбка есть но когда на паузе когда приманочка лежит на дне и окунь с ударом бьет вот это все чувствуется сейчас кстати я не чувствовал поклевку потому что он как-то на паузе взял аккуратно всосал вот о чем я говорю но если он он бьет с ударчиком то я это все прекрасно чувствую акушочек хороший такой красноперый красавец да отдай приманку и пойдешь обратно а еще один из отважно голодных почему говорю голодных потому что объемную приманку скушал целиком отдай ой 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 была поклевка потом сошел окунь потом под берегом еще один взялся вот этот уже хороший да смотрите вот это уже отличный окушочек вот смотрите я не знаю он это был или нет но моя приманочка вот он крючочек где дырочка вот у него дырка уже есть либо это он сейчас же догонял и догнал либо его уже кто-то ловил возможно я и отпустил вот так вот интересно бывает сидит вот этот без поклевки я через что-то продергивал а он взялся и тоже размерчик более-менее неплохой то ли стайка подошла более крупного окуня то ли приманка как-то вычленяет ну не знаю почему я выбрал приманку на рассветкой машинное масло я всегда говорю что относительно воды приманка должна быть контрастная она не обязательно будет супер яркая какая-нибудь там желтючая или розовая или еще какая-нибудь нет она должна быть контрастная по отношению к воде тогда ее проще видно водичка мутная зеленцой такая какая-то трава вы видите плывет то есть вода она не прозрачная и не чистенькая и даже вот машинное масло я когда провожу уже ближе сюда к берегу я вижу что это приманка она так неплохо выделяется на самом деле ее видно и вот это играет наверно больше фактор именно выделение и контрастный цвет приманки на фоне воды чтобы рыба заметила и скушала вашу приманочку вот он ох кто это окунь прям под берегом и немножко покрупнее да дай-ка и иди-ка куда ты пошел хочет в траву завести в камышей не уйдешь кстати вот очень хорошо работает спиннинг я всегда говорю что мягкие спиннинги очень хорошо работают на рыбе ну то что губа рвется это понятно но тут сейчас не было сильного дырки такой огромнейшей не сходит рыбка очень даже хорошо прилипает спиннинг к рыбе мягкий спиннинг с быстрым конечно там чуть-чуть по-другому возможно не так критично прям очень критично чтобы разница была в разы но все-таки мягкие палочки лучше прилипают к рыбе что касаемо приманочки смотрите я уже сколько на нее окуней поймал сколько было поклевок за хвостик прищипав хвостики целые но само тельце она уже очень сильно такое разбитое я постоянно перенасаживаю по-разному продлеваю жизнь приманки она работает поэтому я чуть-чуть по-другому перенасадил но самое главное обычно хвостики отрывают а тут нет хвостики очень живые а вот тельце немножко уже подносилась ох смотрите как гнется небольшая рыбка но как-то очень себя мощно повела окушочек ну такой нормальный микродвиговый окунь на самом деле очень себя как-то так резко и бодренько повел он и спиннинг начал загибаться сильно я думал что карась но это на кусочек окунь конечно вот и не будет и не зря я прошелся так далеко я его нашел действительно хороший окунь ловится от маленького до нормального размера эксперименты с приманками также влияют на клев но я не люблю стоять на месте я люблю путешествовать искать новые места разведывать проверять старые места ну в общем не стою на месте иду дальше поисках хищника обновлю приманочку будет крепче и дольше ловить свеженькая тот же самый твистерок ну-ка 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 здесь должен быть окунь везде вынесет траву везде водичка мутная конечно условия такие суровые для микроджига ну трава она мешает она действительно очень сильно мешает ловить окушок вот и тут он есть и сразу такой более крупненький привет и пока еще один немножко подальше там кстати стайка его небольшой но там я видел несколько особей его сопровождали и туда же долго не думая раз он там стайки но тут везде гуляет он тут везде гуляет котлит бьет малька очень активно себя ведет окунь это радует не то что в жару в лето взялся о этот уже размерчик поинтересней да этот уже размерчик поинтересней таких приятного есть контакт легкая поклевка есть небольшой окушок ну понятно дело легкая поклевка маленький окунь красавчик с ударом жестким но под берегом на короткие не всегда удары такие жесткие есть на паузе сразу взял без удара просто подвис я думал на водоросли на палочку на какую-то веточку попала плетенка и через не переваливать придется это послабление из-за окуня есть классическая проводка два оборота пауза я сегодня только так ловлю без подыгровки без ничего не окунь ловится я его не вымучиваю я его просто нахожу и ловлю вечно голодающие откуда ты пытаешься в траву завести хитрый окунь микроджик ловит всегда и везде я так всегда говорю и сегодняшний день не исключение окуня очень много он активен он кушает я даже устал ловить если вам понравилось видео то как обычно лайк подписка колокольчик до новых встреч на новых рыбалках